Всем привет! С вами Комаров Виталий. И сегодня мы в гостях у Буранцевой Галины Степановой. Интересная вещь у нас с счетчиком происходит. Особенно с магнитной пломбой. Или магнитной лентой, как там ее. Ну, дальше вы все услышите. Виталий, здравствуйте! Я обратилась к вам за помощью. 8 июня текущего года в принадлежащий мне жилой дом по адресу Башмакова, улица Баронина, 2 пришли контролеры ООО Водоснаба Лебешова Валентина Н. и Комарова Юлия А. с целью проверки водяного счетчика, который имеется у меня на кухне. Я впустила их в дом. В дом впустил вначале их Буранцев. Геннадий Иванович, он крикнул мне, Галь, пришла проверка. Ну что ж, пропускай их в дом. Он пропустил их. Я провела их на кухню, где установлен водяной счетчик. Вот он у нас. Фотографируйте его? Вот. Я провела в дом контролеров. И вот установлен, проверяйте, пожалуйста, где установлен водяной счетчик. Когда контролеры попросили меня открыть кран, я открыла. Видите там, что счетчик исправный. Исправный. Он все работает. Но контролеров это самое... Ну, они как бы... Их не устроило. Не устроило. И они меня отправляют в другую комнату. Там еще включить это самое. Ну, я пошла в ванную. Пойдемте в ванную. Я им включаю еще счетчик в ванной комнате. А контролеры вдвоем остаются одни на кухне. А я пошла в ванную комнату в нас и в туалет. Включить им счетчик. Вот я включила здесь воду. И здесь открываю. Как работает счетчик. Вот. У нас течет вода и в одном кране, и во втором. Вот, значит, они там проверяют. Контролеры водостного остались одни на кухне. Затем я выхожу из ванную. И навстречу мне идет Буранцев. И мы идем... Геннадий Иванович, где ты? Навстречу мне идет Буранцев тоже. И мы идем с ним вместе на кухню. Подходим на кухню. А, Комарова Юлия. Стоит на коленях. Сидит около этого счетчика. Валя Лебешова. Это, стоял и сидел тут около стола. Я Комарова спрашиваю, а она что дергает тут? Я говорю, а вы что делаете? Она говорит, а мне нужно оторвать вот эту пломбу, которая стояла вот раньше. Вот у нас счетчик был вот за этой за пломбой. Вот. Вот она. За этой за пломбой. Вот он тут номер. Ее стоит 906... 906... 68... 723. Вот он счетчик это. А вот эта самая... Она хотела ее оторвать. Я говорю, а зачем ее рвать? Она говорит, а у вас счетчик от 15-го года? Срок 6 лет прошло. Вам нужно менять новый счетчик. Я говорю, я не буду менять. Вызывайте поверку. Эта самая... Мне. Счетчик заводской, он... 12 лет им только гарантия. Я говорю, зачем я его буду менять-то? Пусть поверка сделается. И здесь он на месте. Он у меня запломбирован. Она вот эту хотел пломбу оторвать. Я говорю, я не дам рвать. Вызывайте мне поверку, чтобы продлить срок. 6 лет еще у меня в запасе заводской номер. Тогда она мне говорит, а у вас вот тут нарушена еще одна пломба. Я говорю, какая пломба? Я впервые ее вижу. Я говорю, я эту пломбу никогда не видела. Она, значит, номер ее 0... Это... Она не пломба, а лента. От 2000, вот, 18-го года. 12-го, 2018-го года. Дата ее производства. Вот она, Виталий. И номер ее 057-4752. Вот за таким номером. И вот как ее вставляли 8-го июня 1921-го года, даже вот тут вот, ну, это... Ну, не подогнали там. Не приклеена. Не приклеена она. Я, значит, это самое... Я говорю, а это что за пломба лента? Говорят, лента какая-то. И потом, это самое, смотрим. У них вот здесь на столе картонная эта бумага. И на ней там много этих, это, лент наклеено. Это антимагнитных, которые? Вот, да, антимагнитных лент наклеено на столе. Я говорю, а что это за эти тут, это самое... Валя тогда села, начала писать. Это Валя у нас Лебешова, Валентина. Она стала писать, это самое, акт. Вот тут общество с ограниченной ответственностью. Акт обследования системы холодного водоснабжения. Вот, и пишет в этом акте. На момент проверки антимагнитная пломба нарушена. Это не пломба, во-первых, а лента красненькая, вот, которую я вам продиктовала, номер. И она никогда не была у меня установлена. Установили ее 8 июня 2021 года, когда меня контролеры водоснаба отправили в ванную, в другую комнату, чтобы я им включила, как работает счетчик. Хотя я им включала здесь. Они проверили, и они остались одни. Этим моментом они воспользовались и приклеили эту ленту. Вот. Так, вернувшись, когда из ванной комнаты, я увидела, что контролер Комарова также за мной, следом, и Буранцев пришел. Мы вместе подошли. Я спросила ее, что она делает. Она говорит, нужно снять пломбу со счетчика. Я говорю, как снять, поскольку счетчик мне не надо менять. Я не согласилась на это. Далек Мороз сказал, что у вас нарушены антимагнитные ленты. Ой, пломба. Я говорю, какая пломба? Я впервые ее это говорю. Она мне показывает. Вот, там что-то сошел, какой-то пузырек в сторону. Я говорю, а в чем причина? Она говорит, значит, вы прикладывали магнит. Вы представляете, со мной плохо. Я говорю, я никакой, это самое, я удивилась ее словам, поскольку мой счетчик, никакая антимагнитная пломба не устанавливалась. Кроме того, я покупала специально счетчик антимагнитный, водяной. Он изначально антимагнитный. И на него счетчик не нуждается в дополнительной защите от магнитных устройств. Он уже в нем там заложен. Он не действует. И сама у меня вот эта, она, пластмассовый счетчик. Критяк. Да, я обратила в нем, тут мы начали, конечно, скандалить и буранцевые. Я говорю, вызывайте тогда комиссию. Я не согласна. Это самое, что вы мне придумываете. И потом здесь на столе я обратила внимание, что целый пакет у контролеров этих антимагнитных лент. Когда они отправили меня, значит, вот для цели проверки в другую комнату, они воспользовались моим отсутствием на кухне и наклеили эту ленту в испорченном состоянии. Дата изготовления у нее 2018 года. Я потребовала за комиссию и эксперта для разрешения сложившейся ситуации. Но они так и сделали. Вот Валя, как она фамилия, Лебешова начала звонить. Приехал комиссия в составе Селемневой, Надежды Михайловны, это у нас глава постсовета, Грошевой ТВ, экономиста, представитель администрации Башмаковой и Бочонков, Геннадий Александрович, кто он там, гендиректор ОВДОСНАП. Комиссия составила акт, вот Валя писала, акт обследования холодного водоснабжения от 08.06.2021 года. Установив, что на момент проверки антимагнитные пломбы нарушены. Это не пломба, а лент она. Они ее пломбой называют. Пломба-то, которая настоящая, она не нарушена до сих пор, которую они хотели срывать, я им не разрешила. Тогда я не стала подписывать вот эти бумаги, вот они, Абксерти, тогда я их не стала подписывать. Вот этот акт, и комиссия подписала, три человека и два контролера, Лебешова подписывает, Комарова, Грошева, кто тут, Бочонков, представитель, директор, и это самое, Селемнева Надежда Михайловна. Вот их и подпись, они подписали, я от подписи отказалась. Тогда мне еще, они сделали, это пишет, это самое, как она, ну, контролер, который писала, Лебешова, она еще написала предупреждение мне, что до 19-го, 06-го, я должна, вот тут указывать, сколько, 2015-й год, кубов, сколько на счетчике, заменить счетчик до 19-го, 06-го, 2021-го года. Тут я от подписи тоже отказалась, я говорю, вызывайте поверку, чтобы поверка. Вот, ну, они сказали, у нас поверки нет, как так нет, в организации нет поверки. Раз у нас скандальный такой вопрос, чтобы был мне эксперт и поверка, по чьей вине и должна ли антимагнитная лента быть на этой счетчике, коль он у меня антимагнитный. Они, значит, это самое. Я говорю, ну, что ж тогда это самое, я не согласилась, я говорю, тогда пойдемте всей комиссией уста на аж, тут Буранцев в перепалку с Бочонком начали спорить, он, Ген, говори, как ты говоришь. Да, что я, начали сказать, я говорю, может, какая техническая неисправность с генеральным директором, вот, спорить. Тут у нас чуть прям дело не до драки. До драки. Вот, я им доказываю, что магнит, бесполезно вставить магнит на антимагнитный счетчик, он изначально антимагнитный, потому что крыльчаток у него пластмассовый, магнит не действует. Ну, все равно бестолку, и доказывал и председатель постсовета, и это вы попались. Да, вы попались, а с чем попались? А с чем попались нельзя. У вас нарушено это, вот, сошел там вот этот, какой-то шарик. Да, какой-то пузыречек там. Пузырек в сторону. А мы эту пломбу в глаза не видели. Ее никогда до 8 июня 21-го. И изначально покупали счетчик, что антимагнитный, чтобы не было. А устанавливали его сами? Устанавливали его сами. Они потом только пломбу поставили. Поставили пломбу и спороли деньги за это, за установку. И сыпать не в воды еще добавок. Вот. Так что, я не знаю даже, как доказывать. Если логически рассуждать, то зачем антимагнитный счетчик ставить магнит? Все равно он не будет действовать. Вот он с боченком чуть не подорвался. Ну да, я обезду. Он ему одно доказывает, тот другое. Ничего я не доказал. Чуть не подорвались. Так, 9 июня 2021 года я пошла в Водоснаб, ну, разобраться, что в ситуации. Тогда бухгалтер Красичкова Надежда В. Потребовалось меня 1500 рублей денег за полгода, чтобы разрешить все это. Я не согласилась. Она сказала, ну раз... Как в качестве штрафа, да? В качестве штрафа, да. Тогда она предложила мне уплатить половину этой стоимости за три месяца. Я с вас давайте возьму, и на этом все кончится. Штраф. В честь чего уж тогда скидать? Ну, я говорю, поскольку я отказалась, поскольку я являюсь добросовестным потребителем услуг по водоснабжению, своевременно оплачиваю, долгов не имею, я, конечно, ей сказала, я ни рубля не буду платить. Говорю, вызовите тогда Бочонкова сюда пригласить. Она ему позвонила, и он сказал, что не приедет, где-то он там занят. На стадионе что-то там. В этот день я пыталась переговорить с гендиректором с Бочонковым, но он отклонился отстричь со мной, он меня вихрем. Тогда я опять вновь пошла в бухгалтерию, и контролеры мне вручили копию акта. Это, вначале они мне выдали 9-го, вот 0-6-го, вот это мне выдают, как бы это, вот 9-го, 0-6-го. Я к ним разбираться пришла, вот их не это. Антимагнитная пломба, как они, законность этой пломбы. А это уже я тут написала, когда, что было, 8-го она, Юля Комарова все фотографировала, это счетчик, это фотографировала. И вот они это. И тут я пишу, что, и вот моя подпись тут. Вот они мне 9-го дают. Вот она и тут проходит 9-го, это уже в бухгалтерии они. Вот у ней все разливается, что-то тут сливается все. Но факт то, что это было 9-го июня, когда я к ним пришла разобраться с этим счетчиком. Они мне вот выдают вот этот листок, и потом выдают якобы копию, копию акта от 1-го 11-го 2019-го года, где счетчик мой номер не указан. Вот только лицевой счет. Хочу обратить и моя подпись, якобы. Когда я ее увидела, говорю, нет, эта подпись не моя. Вот эта подписывает Лебешова, и она кричит ей, ты подпиши. А идет Комарова к Серить, к Сероксу. И она что-то там раз за корючку, я не обратила даже внимания, какую за корючку. Значит, вот эту за корючку она ставит за меня Комарова и отдает мне. Я говорю, а зачем мне нужна? Ну ты возьми. И тут я вижу, что проходит 2015 год. Пломба эта настоящая, которая, когда была непонятна, вот она пломбирована, счетчик она до сих пор, которая хотела срывать Комарова, я ей не разрешила, и прилипают вот эту антимагнитную ленту сюда, вот они, вот номер ее вот стоит. 057-4752, которые они называют пломбой. И они ее сюда тоже влепили. Но подпись здесь моя подделана, она не моя. Вот она. И моя. Потом я, значит, прихожу домой, копаю в своих документах. И я обнаруживаю от этого же числа договор. Так, погоди, где он у меня, договор это? Так, вот, так. Вот он, договор. Обнаруживаю уже дома. Это они мне копии отдали. А тут я настоящий договор. От 1-го, 11-го, 19-го года. Вот Буранцу, Галина Степана мне договор давали. Вот, и вижу, здесь подписывает, вот, снимайте копии все этого договора. Так, и подписывает этот договор М.В. Григорьева. М.В. Григорьева. А тут вот моя настоящая подпись. Это настоящая моя подпись. Подписываю я. И тут же, в ноябре месяце 2019 года, мой лицевой счет указан. Счетчик номер не указан. Вот я по счетчику оплачиваю за 110 кубов. Первоначально как бы 107, потом 110. За 3 куба. 104,88 по счетчику. И они мне еще за полив вот выставили. 1746,66. Так как у нас за полив не уплачено. И вот я по их и не квитанции не стала с ними спорить. Им оплачивают 1850 рублей 81 копейка. Но я сомневаюсь, что эта сумма за полив, она у них прошла официально. Я сомневаюсь в этом. Вот. Вот моя тоже настоящая подпись. Это моя. Так, это в ноябре я оплатила. Это я у себя уже дома после вот этих всех. А тут в Аксере эти документы с одной стороны и со второй, да? Да. Так, вот эти документы у вас отксерены. И так тоже отксерен. Так. Дальше что у нас получается? Эти тоже бумажки их отксерили. Ой, как я вот не помню, какие. Так. Это то, что они мне написали. Ну вот, я прошу проверить вот это обстоятельство, что уплаченная сумма вот у них где. Где я 1850 вместе с это и полив оплатил это. Также обращаю ваше внимание на обстоятельства, при которых была обнаружена антимагнитная лента, имеющая следы повреждения. Когда я повернулся, это, вернулся из другой комнаты. В момент моего отсутствия контролеры прилепили эту самую ленту на мой счетчик и подпись подделали. Вот вы видите, какая там подпись. И вот у меня счетчик изначально антимагнитный, но нигде с 17-го года он у меня был у них, это самое, как бы зафиксирован. И ни одна, ни один номер этого счетчика, ни в одной квитанции по сей день с 17-го года по 2021 год нигде не проходит мой номер счетчика. И вот поэтому они хотели тут пломбу сорвать и чтобы я купила новый счетчик, а этот на выброс. Но я не согласилась. И вот даже вот самое, что обнаружена пломба 2018 года, якобы устанавливалась по акту 01.11.2019 года. Даже при наличии всех исключающих это обстоятельства, гипотетически предложить возможности установки 01.11.2019 года, то мне вот непонятно, где находилась год или более эта антимагнитная лента. И она что, возможно, она использовалась где-то на другом счетчике. Ее там повредили. Вот мне это непонятно, где она была год целый с лишним. Это пломба. Я вам номер ее продиктовала и вы фотографировали. Кроме того, крыльчатка моего водяного счетчика пластмассовая. Установка магнита неизбежно привела бы к поломке счетчика. Информация получена мной из интернета при изучении этого вопроса. То есть, если магнит ее прислонить, то крыльчатку сломают? Она не будет, он не будет работать. Он, это, у него валик-то вот самый железный, он повредится и все еще. Желаю свеки. Теперь у меня вопрос к водоснабу. И это должны задать вопрос, конечно, полиция, прокуратура. У них нужно запрашивать. Это наказание каких услуг аккредитована организация ООО «Водоснаб». Это нужно у них запрашивать. У них должно быть аттестат или свидетельство аккредитации. За каким номером это свидетельство или аккредитация. И там указана перечень услуг, которые они оказывают население. Также срок этого свидетельства. Он бывает там год, два, пять лет. На сколько лет? И может быть, у ООО «Водоснаб» только посредник. Он собирает деньги с населения и берет свою комиссию. И все. Это, конечно, поверку они, если они настоящие организации, они должны вызвать поверителя и сделать поверку. Поверка тоже платная услуга. Я ее заплатила. Мне не надо менять счетчик. И не надо откручивать куда-то его. А у них этого нет. И на каком... Сама стоимость этого счетчика какая? Она где-то, я не помню сейчас, но в пределах тысячи рублей. И вот за установку я оплачивала 417 рублей. А сейчас уже у них 500 рублей это. А если бы... Этот счетчик, он гораздо дороже, чем простой. Да. Да, это он антимагнитный дороже. Да, я специально его покупала, изначально такой. Я знаю. А они, значит, к этому антимагнитному счетчику прилепили... Да. И вот мне тоже вопрос. На каком основании на антимагнитный счетчик ставится антимагнитная лента? Я вижу умысел их, что это схема, по которой они все вместе работают, чтобы обвинить людей, как и меня, и вымогать деньги. Прошу привлечь их к уголовной ответственности. И вот 9 числа июня 2021 года я пошла к прокурору, но прокурор был занят. У него какое-то совещание. Тогда я пошла 10 июня к прокурору. И прокурор, так, это самое, я еще не сказал по тому дому. И ту же комиссию я это самое, попросила, говорю, пойдемте тогда поставим еще... Дом у меня еще на улице Щерса, дом 17. Там счетчик есть, я его зарегистрировала у них. Он там, я сейчас у них документы, я носила и паспорт, носила и документы. Он зарегистрирован. Ну, а он опломбирован этой самой лентой. Когда вот счетчик мне продали, вот там ихний. А они не пошли. Они тут все начали вдогонку за этой комиссией бежать. Я говорю, пойдемте теперь там, какую вы мне там антимагнитную ленту установите. Они схватили эту ленту со стола, где там их было количество, и бегом все. Кто в машину к Селемневу, или там к бочонку Галопа. Мы с Буранцем за ними, они от нас. Все, не стали устанавливать в том доме счетчик. Тогда, как они... Они, короче, специально целенаправленно пришли, чтобы поставить пломбу и сорвать. Они хотели ее сорвать, и чтобы заменить мне счетчик. Я менять не буду. Он заводской, 12 лет этот самый. Потому что в Москве, вот где проживаю я самый, там у нас счетчик тоже установлен. Это с квартиры дочери. Он от 2008 года. Он действует до сих пор. Вот буквально две недели там назад была поверка. 700 с чем-то рублей заплатили. Поверитель своим пришел устройством. Все, прибором у него специальный. Написал акт обследования. И он еще будет 6 лет действовать. Ничего не отрывается, ничего. Все, поверку сделали, и все. А, вот, потом, значит, я пошла 10-ю там так к прокурору, к нашему. Прихожу, объяснил, как бы, ситуацию, это самое. Ну, я хорошо говорить не умею, где он там что понимает. Я говорю, ну, вот тут, конечно, не обращение юрист написал, а над заявление в прокуратуру 10-го, 0-6-го, 2021 года. Написали мы Руслану Владимировичу Кабаеву от Буранцева Галины Степановны почтовый адрес. Я указал баронный свой телефон. Я ему тут все описала. Я говорю, теперь мне зарегистрировайте вот это заявление. И к ней еще было приложено 13 листов. Вот эти вот все документы я приложила, вот, где и подпись не моя. И вот номер паспорта, которого нету у нас в Водоснабе, вот этого не, нету номера этого для, это самое. И прокурору, я говорю, поставьте мне номер регистрации. Прокурор это написал здесь, ставит штамп прокуратура Башмаковского района, вот этот вот штампик он ставит. Вот, от 10.06.2021 года, но сам номер этого обращения, тут заявление на, никакое тут не обращение, заявление на этих аферистов, он не ставит. Я говорю, почему вы не ставите номер? Он говорит, а у тебя там есть дело, которое по Сбербанку было заведено. Оно у меня было заведено в 2010 году, а потом прокурор отменял то решение 2010 года. У меня были вновь открывшиеся обстоятельства от 2018 года. И она до сих пор плавает то дело. Она находится, как бы, там эксперт Москвы установил, что эта подпись не моя, ни в расходном, ни в приходном документе. Каменский следственный комитет за подписью следователя Митянина, там установил хищение денежных средств с моей сберкнижки 96.641 рубль, там 19 копеек. Он установил, что похищены были деньги. Также по маминым счетам 12 тысяч, чем-то там тоже проходит. Их признает каменский следователь. Ко мне пришла эта бумага, но в нашу полицию так она и не дошла. И до прокурора. А она все скрыто была. Ему писали с этой, с Анастасией Михайловной, как она, какая фамилия-то, с ней вот отсылали туда в Каменку. Я ей позвонила. Вот на той неделе в пятницу она говорит, а что же мы на полпути остановились, давайте идти дальше. Это Каменка же признали, давайте дальше идти. Эксперт признал, что они ничего не признают, все плавает. И в какое дело хочет отправить прокурор? Вот и следующее я ему также заявление по тому дому. Вот я, погодите, таймпик прокуратуры, это второе заявление, вот по тому дому я ему отдал. Но номер из этого, ну входящий он не ставит. Вот он номер, ставит только число 10-го, 06-го 2021 года. Не расписывается ничего и сам номер не ставит. В какое дело он хочет отправить прокурора, я не знаю. Он сказал, это нужно в полицию, я передам это в полицию, а она пойдет у вас эти, как бы заявления, обращения, это самые, в то, в то дело, а в какое дело, я сама не знаю. Так, а если я вам за это даю, вот, вот, давай я ему прокурора отдала. Вот он этот, ну это, а этот, ну снимали, мы снимали. Вот она, тут подпись, вот мои приложения на 13 листах, вот моя подпись, это от 9-го числа. 9-го тут он был занят, а вот от 10-го, вот по второму дому, где они не пошли пломбировать. Они все с этими пломбами, не пломбами, а лентами, которые, не понять, откуда их набрали, целый пакет, они все голубые. Я хотела вызвать полицию, говорить, проверить, что эти за антимагнитные у них ленты. И они все тюля-ляи вместе с комиссией и умчались. Как крысы с тонущего корабля. Это что за такой беспредел творится у нас в Башмакове. Я хочу, обращаясь также к жителям района. Может быть, этот номер, этой антимагнитной ленты, я его продиктовала, у кого-то проходил, то позвоните, пожалуйста, они с вами, они не со мной так с одной поступили. У нас теперь энное количество людей пострадало, неядно. Они меня отправили в другую комнату. Зачем отправлять, раз счетчик работает, я вам включила на кухню, а вы меня в другую комнату и воспользовались этой ситуацией. Это что за контролеры за такие? Разве можно в дом теперь таких их подпускать? Их надо на самом деле наказать как следует против них. Они мошенники, это самое, привлечь их к уголовной ответственности за мошенничество. И как мне теперь быть, за каким номером теперь мое дело будет? Если это дело будет к тому Сбербанковскому, то выкинут они ее, и все. Я хочу привлечь внимание, чтобы общественность, чтобы они доказали. Я не была мошенницей никогда и не буду. Это что за беспредел? Вы в прокуратуру еще собираетесь прийти? Пойдемте, пойдемте к прокурору, и чтобы мне поставили номер входящий. Пойдемте. Я потому что отдала ему, но он мне не поставил. Пойдемте.